здравствуйте мои дорогие друзья эта программа в центре внимания мы поддерживаем всех кто любит жизнь развитие творчество и новизну а чем больше впечатлений мы пропускаем через себя тем более интересной будет наша жизнь и тем более мы будем разбираться в различных вещах и явлениях ну а сегодня мы начинаем нашу программу с того что познакомимся с гостем который в нашей студии сегодня юра ермолаев у нас гостях рад тебя видеть рад возможности отведенное время пообщаться с тобой и сразу хочу сказать все кто всем кто нас смотрит сегодня что наверное и вы тоже встречались таким случаем когда видите что человек вроде бы и специальность у него хорошая но работает он не по той специальности который и очень плохо и худым от того унылый он ходит но юра который на студии сегодня не такой его интересы его профессиональная деятельность друзья как раз таки совпали я правильно сказал тебе отлично и так юр я знаю что тебе нравится электроника на улице кронщик я вообще ноль в этой сфере скажу тебе так но хочу спросить почему же тебе это нравится что кто тебе привил эту любовь ну правда все как обычно людей начиная со самого детства я помню вот первый случай когда я помню мое увлечение этим этим делом это когда я был еще детском садике у нас во время тихого часа когда все спали мне почему-то не хотелось спать и в это время пришел инженер который монтировал систему пожаротушения пожаротушения а эти датчики сигнализации сверху таки правда надо вот я тогда обратил что у нас по всему детскому садику идут эти провода вдоль стену то такие жмуты и мне всегда было интересно что ведь есть же человек который знает для труда и куда и главное зачем идут эти провода этот наверное был такой мой первый первое желание разобраться в этом вопросе но второй случай тоже в детстве помню мы когда-то с мамой клеили машинку которая ездила сама время еще не было нельзя было их купить это может буду к самому разве что сделать вот я впервые в руках у меня моторчик и батарейка и когда это все соединяешь вместе он начинает крутиться я когда увидел это я понял что это очень перспективно в этом нужно обязательно разобраться но я дальнейшие годы как тоже чем-то серьезным таким столкнулся вот начал справляться бывало такое что это прибор чинил там ну да потом постепенно ты начинаешь в этом разбираться и когда это нравится ты начинаешь как бы все больше больше в это в это вникать и постепенно становишься радиолюбителем я конечно очень редко встречал таких людей кто действительно являлся фанатом радиотехники пайки проводов датчики коммутатор различные там сегодня перечислить всего и мне всегда было интересно вот как люди могут в этих схемах разбираться электронных и так далее и тому подобное получается я так понимаю следует твоей логике жизни интересам твоим то есть после школы ты уже определенно знал что тебе нужно ну в общем да в принципе конечно кроме электроники мне еще другие вещи нравились но в тот момент я понимал что в принципе я буду заниматься техническими вещами в жизни и в принципе было уже по большому счету для меня я уже был точно знал что лучше пусть будет электроника потому что я уже имел какой-то задел в этой области я думаю что было бы неплохо разобраться в этом уже до конца и стать профессионалом то есть я была четко намерение уже в этом в этой линии двигаться на вот я знаю что бывает такое что у человека нету какого-то увлечения вот он заканчиваю школу не знает чем лучше заняться он думает может туда может туда а вот а в этом случае если если какое-то увлечение это конечно легче тогда сразу зная что тебе это нравится ты туда идешь выбор по таланту да скажем выбирает специальность я конечно понимал что в украине развитие электроники не таком высоком уровне как других странах как в америке и европе или особенно в китае мы все знаем что сейчас оборудование все производится китай вот но тем не менее любовь к электронике она победила и я подумал что почему бы и нет я думаю что в будущем наша страна догонит ну да есть такие специалисты как ты будут оставаться естественно что не будут кита ехать и кстати не не планировал тем более что электроника наши но очень широко и компьютеры они что же относятся по сути к этой к этой области вот поэтому это интересно электроника сама по себе это просто основа компьютеры они основаны электроники там может быть как другая специальность тоже имеет в основе те же коммуникации там это все в основе жители сечение да и ты потом поступила знаю в авиационный университет киевский да почему авиационный ну это связано с моей любовью к авиации кстати когда я ознакомился с личностью юры зайдя можно сказать на страничку вконтакте ознакомился так поверхностно и тут среди его фотографии я часто встречая самолетом какой-то грузовик летит там что написано мечта там какая-то там и так далее еще какой-то самолет и я сразу догадался что у тебя есть пристрастие и к авиации почему авиация ну это сложно объяснить просто нравится вот давние стремление человека покориться небеса да бывает такое что человеку не хватает крыльев вот я думаю что у меня как раз тот случай вот на самом деле я может быть и стал бы летчиком и пошел бы учиться на на пилота но в то время когда я закончил школу это был 2000 год в то время те летчики которые поступали учиться вот именно в 2000 году был выпуск харьковское авиационное училище в котором выпускники не пролетали ни одного часа представляете это и летчики которые не летают ну что это такое но на сегодняшний день в принципе ситуация не изменилась и те кто хочет стать летчиком он должен сам оплатить а это очень дорого платить просто использование да да потому что для того чтобы научиться летать нужно летать авиационное топливо дорогое и расходы получается что подготовка летчика гражданской авиации стоит около 100 тысяч долларов конечно и тогда не сейчас нету этих денег поэтому это таки осталось мечтой ну а почему выбрал авиационный вуз потому что электронику можно в разных вузах изучать но изучать ее с уклоном в сторону авиации будет гораздо интереснее потому что даже вот мы английский язык когда изучали мы не учили его так как обычно там люди учат там лондон биг бен а мы учили авиационные термины и мне было это приятно двигался до у меня жестко в этом совместилась получается и любовь к электронике и к авиации в этом вузе да неплохо то вообще очень даже хорошо какой же ты в итоге получил специальность ну если уже не летчика понятно то кто ты сейчас специалист специалист ну на самом деле я поступал на в электронике и на специальность у меня называются телекоммуникации информационной безопасности то есть и следи чтобы никто ничто не взломал если взломал чтобы впредь он этого не делал на ограждаешь там разные разными степенями защиты компьютеры сайт и так далее правильно да примерно выразил суть того чем ты сейчас работаешь на сегодняшний я работаю системы администратором как раз он занимаюсь с компьютерами тут тоже достаточно интересная сфера ну ты тебя можно отнести к таким людям кто действительно любит свою работу бывает я смотрю там какую-то программу про велосипеды вижу что человек сидит и паяет раму на велосипеде вот такой у кабинка небольшая он там сидит и паяет исправно эти рамы кажется что света белого не видеть его только работает а когда спрашивают у него ну как вам работа он говорит то самая лучшая работа вот нет на свете лучше работа чем вот сидеть вот эту раму сваривать стыки и делать для людей хороший велосипед ты относишься к таким людям да я думаю что давно мне работа доставляет удовольствие и у меня есть услуживание бывший парк компьютеров и я чувствую что это как мои дети и когда что-то ломается это очень так душевно переживаю это что вот и это на самом деле приносит удовольствие конечно есть это еще и платье так это вообще классно вдвойне да хорошо но сколько на твоем ведении в твоем хозяйстве находится детей электрома но я думаю я думаю больше ста точно никогда их не считал она будет посчитать да кстати посчитай это будет интересно но все таки это очень хорошее сочетание когда человек талантлив он находит работу по своему таланту эта работа приносит ему удовольствие я думаю лучшего в жизни принципе найти нечего но я знаю мечта связанная с крыльями у тебя осталось она конечно остается ну какие у тебя планы там вот если ты предвидишь там свое будущее представляешь себя там через лет так 5-10 какого ты себя видишь у тебя будет 200 компьютеров или тысяч я думаю что компьютер будет тысячу и я наконец-то насобираю 100 тысяч долларов и выучить налетчиков ну может быть время покажет конечно мечта это хорошо когда есть мечта иногда пусть эта мечта остается мечтой ну конечно на самом деле поставил авиационной сфере там тоже есть свои нюансы и это не так все романтично как кажется эти летчики которые летают они же ведь не только летают там еще много идет подготовки к полету планирование маршрута большая ответственность сами пилоты они рассчитывают сколько топлива загрузить и потом разные нештатные ситуации там очень много есть нюансов и сам полет он может быть уже не такой приятный как нам всем кажется считывая все факторы потому что там еще много приборов за этим всем нужно следить эти переговоры диспетчером этом тоже очень такая серьезная работа по крайней мере этих летчиков я знаю гальчиков которые реально работают в авиакомпаниях и знаю что пусть только они прилетают с очередного полета такие размягшие уставшие понимаешь что они они мне рассказать о тонкостях работы когда они опережают день толком и ночи не видят летят на встречу солнцу прилетают здесь день туда прилетает там опять же день эта работа физически тоже тяжело сложная да но все-таки мечта от мечты не избавлю все таки хотелось бы пожелать чтобы ты как-то сел за штурвал по-настоящему спасибо да ну бывает такое что люди покупают себе частные там какой-то свой собственный старенький самолет реставрирует его и вперед не думал об этом ну если буду средства может быть да ну желаю тебе достичь все-таки небес здесь до которых мы можем достичь я знаю что ты помимо прочего помимо того что специалист у тебя есть интересы ты также христианин ты веришь бога как у тебя это сложилось то тоже нужно иметь талант к этому или тебя какой-то свой особенный путь познание это ну насчет талантов я думаю что тут важно не столько талант сколько желание человека чего-то достичь потому что не зря говорят что достичь успеха нужно один процент таланта и 90 процентов усидчивости я с этим согласен потому что есть люди которые не имеют не имеют таланта на достигают больших успехов снова с виртуозами своего дела а есть те которые имеют талант но они его не используют такой гибнет их талант поэтому ну а что касается этого когда человек приходит к богу я думаю что тут самое главное это отзыв на на призыв потому что я думаю что в глубине души каждый человек является верующим и просто не все обращают внимание на этот голос святого духа который есть в нашем сердце и те кто откликаются они конечно идут направление к богу становится к нему ближе и становится верующим вот призыв бога ты почувствовал своей жизни если говорить о призыве до когда какая-то личность всемогущая за пределами нашего понимания находится она зовет тебя отдельного человека как это ты ощутил это чувствуется ты понял это на самом деле я с детства верующие поэтому у меня не было такого момента что вот я вот раз ей как бы вот или бросил до греховную жизнь не перешел в другую просто ты как бы живешь в этом и ты чувствуешь что у бога есть для тебя какой-то путь и ты когда идешь по этому пути но ты чувствуешь что ты с богом ты чувствуешь какое-то удовольствие счастье а когда отступаешь от этого пути то ты понимаешь что ты ушел с дороги до этого ты шел по дороге а тут ты сходишь и уже что-то в жизни не так получается ты понимаешь что ты ешь не тем путем хорошо спасибо тебе друзья мы на минутку сейчас перебиваемся на рекламу и после чего встречаемся в этой студии снова так что никуда не уходите спасибо что вы с нами здесь в нашей студии сегодня гость юра ермолайф электронщик да как в народе говорят человек который разбирается во всех этих проводах тонкостях но и помимо прочего друзья это человек сегодня говорит о своих личных убеждениях и вере в бога мы уже затронули немножко эту тему ты говоришь что ты с детства верующий узнать когда с детства тебя воспитывают это одно то есть тебя воспитали тебе привили и ты уже как бы по инерции продолжил это все это все традицию да скажем так а если нет получается что если ты не получил религиозного воспитания то в ты фактически неверующий либо ты как-то по-другому это представляешь тут есть же люди которые сознательном возрасте перечеркиваю свое прошлое чтобы открыть себя тому будущем который им открывается с богом да это действительно есть разница потому что когда ты изначально настали на году путь то ты идешь по нему и знаю что он правильный и ты как бы вот это наставление в детстве она гораздо более такое впечатлительное для человека и для него он очень важно и человек же который приходит богу уже во взрослом возрасте там уже немножко по-другому конечно но в этом тоже есть плюс почему потому что этот человек уже пожил греховной жизнью и ему есть возможность сравнить эту жизнь которой он жил до этого и жизнь с богом ну это очень важный момент этот за счет этого человеку более ценит уже то что бог с ним потому что он то оставил и пришел богу и он чувствует эту разницу уже который с детства у него может быть такой большой соблазн уйти в греховную жизнь конечно это да вот я хочу как раз тебе об этом и спросить то есть бывает так что она так надоедает особенно когда родители заставляют тебя сделать то что вот они думают правильно тебе кажется что это неправильно что как только для тебя попадать время свободы совершеннолетия как ты как птица сразу вольный полет да больше ты больше ничего не знаешь как ты преодолел вот и вот эту сторону в своем следовании за богом действительно есть люди которые наставляя их в действии родители они забывают о том что это выбор родителей они детей и дети ходят в церковь только потому что их заставляют так они так принято они туда ходят а ты вообще чувствовал вот родительскую руку которая тебя ну а мне хочу поспать еще на не хочу сегодня эти они у нее на ну давай вставать ну на самом деле у меня не было такого что меня там заставляли я ходил в церковь вот у меня бабушка тоже верующая набрала мне с собой вот я воспринимаю это просто как должное но когда я уже стал взрослым человеком я я поняла что у меня сейчас есть выбор каким путем продолжать ли дальше идти этим путем или попробовать другую жизнь но к тому времени уже не представление что такое греховная жизнь к чему она приводит я знал что этим путем просто не хочу идти вот это вера лучше да я просто знал что этот путь он лучший я по нему пошел уже как бы сознательно те люди которые входят церковь как бы из-под палки вот то конечно они когда приходит возможность уже сделать этот выбор то они его делают не в ту сторону пользу того о чем учили как ты вот лично для себя объяснять что бог есть такой вот сложный вопрос я знаю что люди твоего склада ума любят рационально объяснять все правда же правильно как ты себе объяснять что вот бог есть что это реальное существо которое которому мы приписываем вот все заботу милосердие любовь о нас людях и так далее так далее да действительно вот я когда где-то где-то возрасте наверное 11 12 лет я уже начал этим задумываться а вот какие есть доказательства того что бог существует ведь все что нас окружает она материальная и все что мы верим она его можно проверить пощупать и мне хотелось точно также проверить существует ли бог как он где он почему его не вижу вот и но конечно полностью мы не можем подняться на небо увидеть его поздороваться с ним у нас нет такой возможности вот но бог действует нашей жизни путем каких-то жизненных обстоятельств и лип через совесть нашу то есть мы слышим его голос на самом деле и кроме этого если уже брать чистое доказательство того чтобы осуществовать я думаю что одного только устройство строения нашего глаза уже достаточно для того чтобы поверить в то что этот глаз не мог возникнуть результате эволюции потому что он это очень сложное такое устройство которое могло возникнуть только сразу она не могла эволюционировать потому что там есть хрусталик есть система фокусировки там это сетчатка но все могло работать только сразу но не могло быть постепенно я помню вот мы когда физику изучали такой был пример что исаак ньютон сказал когда то что ему достаточно было было бы достаточно просто взглянуть на один палец руки чтобы поверить в то что бог существует так что чисто вот наше тело она уже является доказательством того что бог существует та природа которая нас окружает тоже может нам говорить об этом но также бог действует нашем сердце если мы откликаемся на призыв то мы можем услышать его голос нужно просто быть открытым для этого говорят что человек который сомневается всегда найдет повод для сомнения человек который верит всегда найдет повод чтобы продолжать верить и открывать для себя так какие-то грани то есть я понимаю так что став на путь который бог предлагает мы больше найдем для себя доказательств того что он действует совершено тех по тем источникам которые ты сказал это либо через обстоятельства либо через голос нашей совести либо через разный просто наблюдением за окружающим миром да то есть мы будем открывать для себя так что друзья попробуйте если вы вдруг хотите познакомиться с богом узнать если он попробуйте отыскать среди сомнений ту разумную жилу которая все-таки доказывает существование намного большей до личности которые выше нас чем тебе на сегодняшний день привлекательна жизнь верующего человека почему для тебя это еще до сих пор актуально ты взрослый сознательный с работой с умом как говорится но тебе все равно это продолжает конечно актуально ну как же не актуально когда ты идешь путем божьим то ты знаешь что тот путь которым ты идешь его выбрал для тебя бог и этот путь лучший потому что он знает твое будущее он знает тебя лучше себя смогу и я этим путем ты понимаешь что в конце этого пути ты придешь к счастью придешь какому-то успеху и это есть какая-то гарантия бог благословляет нас это чувствуется даже в мелочах нашей жизни ты понимаешь что бывают такие совпадения что это не просто совпадение это явно божье вмешательство в твою жизнь и ты видишь что бог с тобой и это дает тебе уверенность завтрашнем дне ты даете ощущение спокойствия какой-то радости в радостью что на стороне добра не настройки зла тыгать благословляешь как ты понимаешь вот бог благословлять часто такой оборот используется данным говорим даже в сознании христианском это нормальный оборот когда говорим что бог тебя благословит а бывает что люди друг друга благословлять но вот бог благословит как-то ощущаешь что вот что то что для тебя есть благословение Ну, само по себе слово благословение, если так подумать, то это благое слово. То есть когда Бог к тебе говорит какое-то благое слово. Но в нашей жизни это проявляется как водительство в нашей жизни. То есть он может составить так обстоятельства, что мы понимаем, что это только божественное вмешательство могло произойти в этот момент. Или, допустим, бывает такое, что человек делает что-то на вось, он думает, что ему там повезет, ему не везет. А Бог нас охраняет от этого, от этого невезения, скажем так. Предотвращает. Ну да, да. То есть во многих вещах Бог личность, которая заботится о нас, я так понимаю, которая отограждает от нас все всякие неприятности. Ну, ты согласись, что не исключено, что даже зная Бога, люди все равно переживают какие-то неприятности? Конечно, однозначно, потому что на нашей земле, кроме Бога, есть еще сатана, который действует. И он, конечно, тоже влияет на нашу жизнь. И мы, бывает, часто стоим перед выбором, как же нам поступить, как христианин или как по-другому. Потому что бывает такое, что в жизни ты сталкиваешься с тем, что тебя, допустим, просят обмануть, да, и ты думаешь, что делать. Или бывает такое, что ты работаешь где-то, да, и становится вопрос, либо ты идешь против Бога, но сохраняешь работу, или тебя увольняют, а ты остаешься верен Богу. И этот Бог нас этим испытывает и укрепляет нашу веру этим. И, конечно, нужно иметь мужество и большую веру, чтобы… Тебе вообще в жизни приходилось так встречаться, что ты боролся за что-то, ты чувствовал, что это испытание тебе на плечи обрушилось. Конечно. Вот были такие, вот был момент, когда ты мог бы засомневаться. Да, было, конечно, было. Я помню, когда я учился еще в институте, у нас бывало такое, что экзамены попадали в субботу. А я как верю в то, что суббота – это божий день, я, конечно, не ходил на эти экзамены. И учитывая то, что я учился на бюджете, вот малейшее какое-то отклонение, меня сразу бы перевели на контракт. А у нас тогда не было денег платить за обучение. И это, конечно, был большой риск. И ты, конечно, переживаешь, молишься об этом. Но, слава Богу, я увидел, что Бог благословляет, о чем ты спрашивал. И он делает обстоятельства таким образом, что ты все равно, оставаясь верным Богу, ты не теряешь то, что тебе нужно на самом деле. То есть ты сдал экзамены. Да, я сдал экзамены. Но я верю, что даже если бы я их не сдал и меня бы отчислили, то это было бы все равно Божьим путем. Это был бы Божий путь. И я думаю, что ничего страшного бы не произошло. Потому что на самом деле, вот сейчас, отглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что вот если бы у меня не было диплома, я бы все равно работал, занимался бы этим. Потому что вот я помню на свою первую работу, когда я пришел, у меня даже не спросили диплом. Меня спрашивали, что я умею, что я знаю. И поэтому сейчас я понимаю, что если бы меня отчислили, ничего страшного бы в этом не было. Я бы просто доучился бы потом. То есть выход все равно. А в тот момент ты, конечно, переживаешь. Ты думаешь, ну что ли пойти, ну это же в субботу, ну как ты пойдешь? И ты понимаешь, что нужно оставаться верным Богу, и Он для тебя усмотрит, как будет лучше. Спасибо тебе. Хорошее размышление в хорошем направлении. Вот я знаю, что жизнь человека верующего – это придерживание принципов так или иначе. Вот ты сейчас даже говоришь, да, о принципах, которых ты отстаивал. Тебе вообще приносят они неудобства по жизни? Что вот ты знаешь, что это можно, а вот это нельзя. И вот это вот слово «нельзя» оно как бы создает определенные неудобства для нас. То есть закрывает какие-то возможности определенные, да? Для тебя это проблема или нет, вот как живя по своим принципам? Это может быть проблема, когда ты сталкиваешься с людьми, которые живут по другим принципам. Вот, например, вот хороший пример можно перевести – это употребление алкоголя. Я для себя определил, что я хочу вести здоровый образ жизни без курения и алкоголя. Но встречаясь с теми людьми, работая в обществе этих людей, то ты, получается, становишься белой вороной. Хотя ты ведешь правильным путем, и они знают, что ты ведешь правильным путем в глубине души. Но все равно вот в этот момент, когда какой-то праздник или начинают все пить, то ты как бы проявляешь свой этот принцип, и, может быть, ты почувствуешь, что ты не такой, как все, и это минус. Но на самом деле это плюс. И это может быть даже поводом для того, чтобы рассказать этим людям о Боге, рассказать о том, что здоровый образ жизни все-таки лучше, чем вот это. Точно так же можно, это касательно не только алкоголя, но и других каких-то вещей, касательно, например, обмана или каких-то других вещей, которые Бог не поддерживает. Тоже оставаясь верным этим принципам, ты для других людей являешься как бы вот этим образцом того, каким должен быть христианин, и образцом того лучшего пути, по которому можно идти. Хорошо. Спасибо. У тебя есть какие-то вот свои личные правила в жизни, которые тебе всегда определенно приносят успех, от которых ты придерживаешься, ну, вот это может быть твое придуманное, или ты где-то прочитал, и ты придерживаешься его. Либо ты конкретно из Библии что-то для себя нашел, какое-то нерушимое правило, которое всегда срабатывает и от которого ты неизменно получаешь пользу. Ну, я думаю, что то, что сейчас вот приходит на ум, это, наверное, правило планирования. То есть, когда ты перед тем, как что-то сделать, ты начинаешь представлять себе, как это будет, и начинаешь планировать и думать о том, как это может быть. Вот это как бы такое то, что я вспомнил. Что касается библейских примеров, то я думаю, что самое главное перед тем, как что-то делать, это нужно обязательно молиться перед этим. Молиться и спрашивать у Бога, хочет ли Он, чтобы ты сделал это. Или, допустим, когда ты делаешь какой-то выбор важный в своей жизни, тоже обязательно нужно, кроме того, что ты это все планируешь и думаешь, пытаешься предвидеть, нужно обязательно молиться, потому что то, что видит человек, он видит недалеко. Он видит многое, но недалеко, а Бог видит все. И поэтому, прося помощи у Бога, мы получаем возможность как бы совершенного планирования. Да, неплохо. Ну, ты как исконно человек с логическим мышлением, в себя все должно быть предсказуемо, да, все спланировано. Ну, и не без того, что чего-то мы не знаем все-таки, и все-таки что-то находится под Божьим контролем, к которому мы тоже должны подчиняться. Хорошо, Юра, спасибо тебе за то, что ты был сегодня в нашей студии. Пожалуйста. Вам тоже спасибо. Если будет возможность, встретимся с тобой еще. Желаю тебе всяческих успехов. Пусть в твоем виде не будет теперь еще больше и больше техники и компьютеров. До встречи. Спасибо. Друзья, с вами мы прощаемся. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч. Смотрите нас на телеканале «Надия» снова. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...